Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В районе управленческого женщина обнаружила трех уже холодных щенков. И вот она пишет мне, приезжайте, где-то здесь бродят эти самые убийцы, найдите их. Но ведь, товарищи, есть еще и инфекционные заболевания, и врожденные, да и наше-то дело бегать по лесам за якобы убийцами. Еще раз обращаю внимание телезрителей, прежде чем это утверждать, пожалуйста, проверьте эти слухи, тем более не нужно их распускать по принципу «одна бабушка сказала». Будьте ответственны к сказанным вами словам. И, наверное, пора мне закончить твой монолог и перейти к обсуждению темы о бродячих животных. И, наверное, самое время сейчас, самая горячая тема – нужны ли штрафы, нужно ли у законов административное наказание за нерадивое содержание собак и кошек. И об этом сегодня поговорим с гостями, пришедшими в нашу студию телеканала «Самарагис». С этой передачей мы будем приглашать руководителей всех общественных кинологических и филинологических организаций, а коротко – клубов собаководства. Пусть они нам расскажут и помогут в решении данной проблемы. Итак, Бойкова Ирина Дмитриевна, председатель правления некоммерческой организации «Клуб охотничества собаководства АСА». И Филиппова Ирина Геннадьевна, кинолог некоммерческой общественной организации «Самаразово-клуб» имени Юрия Панарина. Имени Юрия Панарина, кстати, самый старейший клуб, который у нас тут существует в городе. Итак, у меня вопрос к вам, Ирина, как к старейшему кинологу, знающему историю кинологии и понимающую эту историю. Вот, смотрите, в 2000 году были попытки как-то объединить кинологов с «Самарой» и чипировать, заставить клубы, чтобы они проводили чипизацию, если так правильно выразится, или чипировать собак. Помните, да? Было совещание тогда. И, к сожалению, оно как-то не пошло, и мы сейчас опять вновь возвращаемся к этой теме. И сейчас наши власти делают все, чтобы именно узаконить, и чтобы мы как-то контролировали вот этих собак, и чтобы мы понимали, какое вообще количество у нас в городе. Вот что вы по этому поводу думаете? Ну, мыслей очень много, и всегда опираешься на практику. Практика говорит о том, что чипировать поголовно животных – это нереально. Даже такая крупнейшая организация, как Российская кинологическая федерация, она допускает наличие клейма у собаки и чипа. А почему нереально? В чем дело? А потому что, найдя собаку, или в других каких-то ситуациях, вы не всегда в кармане держите считыватель. Сканер. Сканер. Ну, хорошо, а можно же закупить эти сканеры? Или нет? Что каждому гражданину России? Это нереально, понимаете? У нас даже был такой случай, даже вот если вы всех собак, новорожденных и старых, зачипируете, вот, чипы имеют такую тенденцию иногда пропадать. То есть не пропадают как-то вне собаки, животного, то есть, а пропадают на теле. Невозможно найти чип. Ну, я так понимаю, гуляет чип. Гуляет, да, потому что кожа, это семислойная структура, извините, куда ввели, под кожу или в саму ли кожу, или еще куда-то этот чип, неизвестно. У нас был случай, когда приехал человек, судья из Германии, который чипировал эту собаку, щенка потом вывезли в Россию. Он не мог найти в течение 20 минут, хорошо, собака маленькая, немецкий охотничий терьер, он все-таки нашел через 20 минут, извините, вы имеете такую возможность? И он сам хватался за голову и говорил, говорит, ну, я же эту собаку чипировал, ну, где этот чип? Вот. Второй вопрос, это база чипов. Кто будет ввести? Кто будет ввести базу чипов? Ну, хорошо, ветеринарные клиники или общая база там на базе какой-то, допустим, ну, в каждом районе? Ветеринарная клиника, да, может быть хорошо, это примерно охват поголовья где-то 50%. То есть, если вы обратились в ветеринарную клинику, на вас заведена... Учетная карточка? Учетная карточка, да, и туда вписан чип, и туда прописан владелец, да. Для этого вы должны посетить ветеринарную клинику. Мы же говорим о том, что сейчас хотя бы чипировать породистых собак, да, чтобы мы понимали, что если породистую собаку выбросят, то, соответственно, мы можем уже... Можем найти, можем. Да, можем ее найти, правильно? Можем, да. Что касается бродячих собак, вот что делать сейчас... Подождите, мы вернемся все-таки к тому, что чип – это не панацея. Все-таки давайте останемся на позициях клеймения. Когда мы в 88-м году, в 89-м пришли в областное общество охотников и рыболов со своей таксой и поставили на учет, тогда, кстати, было очень правильно сделано. В общество выдавали жетоны. Выдавало его городское общество ветеринарное, которое на Желябова-6 было. Вот. И были тогда клейматор в виде клещей. Ну, этим клейматором тогда не пользовались, но жетон выдавали и сказали, вот, прицепите его к ошейнику, и собака должна на ошейнике этот жетон носить. Вот, видите, все-таки старые правила есть. Старые, это был 89-й год. Понимаете? И тогда это было как-то централизованно. Если вы посмотрите какие-то основополагающие документы, которые обязывали ветеринарные клиники, какой-то учет вести, вот, собак, которые приходили к ним на вакцинацию от бешенства, которые, кстати, мы должны, обязаны перед обществом, это наша обязанность, делать всем своим животным, которые выходят за границу нашей квартиры, нашего участка. Вот. Поэтому, на это тоже надо обратить большое внимание, на бешенство, это бич. И дальше переходим уже к отклеймению, к чипированию. Чипирование в наше время пока-пока, может быть, лет через 10, это будет актуально. Тихо-медленно, но, да. Да, возможно. Но все-таки идем к этому. Потому что мы в клубах уже приобретаем сканеры, которые мы можем использовать. Вот пришла новая собака, приехала какая-то, вот, или нас вызвали на опознание собаки, нам иногда присылают фотографии клейма, которые мы определяем. И говорим, куда обращаться. Причем база клейм в РКФ, которой я уже рассказывала, что есть такая большая организация, она существует. И по ней можно определить клуб, который ставил это клеймо. Это тоже упрощает поиск до хотя бы города, до клуба. В клубе всегда могут подсказать, кто хозяин этого помета, и дальше уже определить. Я помню, где-то лет 20 назад или 25 была выставка без породных собак. Вы сейчас можете провести такую выставку? И вообще нужна ли она? Выставку организовать проблем нет. Вопрос, мы по какому критерию будем? Просто, чтобы люди вышли... Красота. Собаки красота. Чтобы люди приведут любовь именно не только к породистым собакам, но и к беспородным. Это субъективно. Это субъективно. Вы знаете, иногда дворняжка гораздо лучше. Любая выставка породистых собак, это тоже субъективно. Да. Ну, для породистых собак есть написаны стандарты, и там не просто так, на глазомерах, да, есть определенные требования к внешнему виду породы. А дворняжки, у кого длиннейший хвостик, короче ушки. Или у кого самая безобразная морда, и такое бывает. Или наоборот, самая обаятельная. По шерсти. Как? Критерий. Вот если бы кто-то подсказал нам критерий, по которому этот конкурс устраивает, да? Можно сделать. Вообще нет проблем провести. Проблем нет. И еще площадка. Площадка уже есть, я могу сказать так, что даже в Мичуринском микрорайоне площадка есть. В парке Металлургов есть площадка. На управленческом есть. Это в летнее время, в теплое время, бесснежное. Там люди приходят и выгуливают своих собак. Это одно. Площадки-то есть, потихонечку делаются. Нет, выгул это одно. А вот мы организовывали охотничью выставку. Это был март месяц. Но вы знаете, для организаторов это было очень экстремально. Сейчас я предлагаю сначала посмотреть сюжет, а потом уже поговорить о такой щихотливой теме ответственности и, самое главное, штрафы. Штрафы за безответственность. Вот что мы сейчас имеем и что нам предстоит. Центральная часть города – одна из немноголюдных улиц. Газон, тротуар и ни одного хвостатого. Только внимательный прохожий может заметить присутствие собак. То, что здесь их много, выдает наличие большого количества обглоданных хостей. Днем бездомных собак не так много, поэтому и не сразу их увидели. Спустя короткое время они вышли к нам с опаской. И ни одна, и ни две, и ни три. Завидев нас, с камерой останавливаются и смелые прохожие. Ну как вы думаете, вообще, нужны ли штрафы, нужна ли такая статья для безответственных владельцев? Да, вот для безответственных обязательно нужны штрафы. И на самом деле, вот берут этих собак, ну, кошек тоже, выкидывают. Ну, конечно, нам их жалко, это даже говорить нечего. Мы сами росли в детстве, хотели тоже, и брали нам даже родители. Ну, вот как-то надо продумать этот вопрос. Известный велосипедист, любитель собак почти каждое утро совершает велопробег со своей четверомогой свитой. Одни прохожие с интересным наблюдают за мохнатым экскортом, другие в панике шарахаются. Двоякая ситуация. С одной стороны, жалко одинокого человека и собак. И с другой стороны, эти собаки уже были прецедентом большого скандала. Безответственное отношение к животному статью или административное правонарушение вообще стоит вести? Я считаю, что ни статью, ничего этому не поможет в первую очередь, потому что в первую очередь в зависимости от хозяев, он может и продолжить после этого. Также подкармливать их, разводить. А эти штрафы будут? Ну, и что штрафы ему? У него откуда деньги? Ну, сами подумайте, во первую очередь. Во вторую очередь, эти собаки здесь сами разводятся. В любых домах, тут заброшенных домов, туда же пойти во внутрь, снаружи более-менее, еще внутри кошмар. Район Сухой Самархи. Здесь по вечерам и ночам целыми стаями бродят бездомные собаки. Если разобраться, то не совсем они бездомные. Кто-то живет возле строительных площадок, кто-то на территориях больших и малых предприятий. Их там подкармливают, но ответственности за их действий никто не несет. Из-за этого часто страдают ответственные владельцы, а их все-таки подавляющее большинство. Нужно ли штрафовать людей, которые безответственно относятся? Это собака свободно, вы гуляя и так далее. Я думаю, да, ответственность какая-то нужна. Потому что если собака гуляет без присмотра, кроме того, что она может расплодиться без присмотра, она еще может и дело натворить. То есть и кошек загрызть, загнать на дерево, ребенка свалить. Вроде собака не агрессивная, но когда он куда-то несется, то есть 30 килограмм веса, даже взрослого человека с ног сшибает до травм, до синяков, до переломов. А редко кто из квартир многоэтажных домов выпускает домашних собак в свободный выгул. Иное дело с частных домов, когда заборы невысокие, и здесь не всегда можно уследить за собакой. Некоторые закрывают глаза на самовыгул. Более сознательные граждане стараются сами этого не допускать, либо надеются, что их собака со двора никуда. А он у вас стерилизованный или кастрированный? Нет, ничего не делаю. Ну а так убегает со двора? Нет, редко. Обычно не. Он предан. Ну предан, значит убегает или не убегает? Нет, он всегда с хозяевной ходит. Итак, мы встретили эту семью буквально на днях, во время съемок. И видно, что семья не очень благополучная, не очень хорошо живет. Но тем не менее, во дворе этого дома есть собака. Они нам сказали и заверили, что собака не выгуливается за территорией такого двора. Но есть же еще много таких домов, где, в общем-то, собаку отпускают на волю. И вот то, что мы сейчас с вами тоже в сюжете видели. Собака идет, она гуляет свободно, спокойно вместе там с мальчиком. Что делать вот с такими владельцами собак? Ведь получается, посвятил собаку на самовыгуле. В том числе и бывают и породистые собаки, и клубные собаки. Вы как-то говорите членам клуба о том, что надо уважать и чтить законы? Ну, мы, может быть, и говорим, результат. Нас могут не слышать, просто не слышать. Это все культура общества. Ну, а кто прививает эту культуру общества? Ну, вы же должны прививать эту культуру общества. Нет, банально это семья. Ну, хорошо. А вот как сейчас со взрослыми, как с ними разговаривать? Со взрослыми нормально разговаривать. Но собака ухоженная, кстати, то, что вы показали. То есть она, явно ее кормят. Сердце хорошее. То бишь собака, несмотря на то, что двор не очень хороший, дом не какой-то там особняк, видно, что собака ухоженная. Отпускает, не отпускает, мы никак не можем повлиять на ситуацию. Штрафовать? Да. Участковые? Вот давайте мы с вами и перейдем к этому вопросу. Штрафовать. За что? Сейчас опять будет вот такая... Кто будет штрафовать? Участковые? И за что? За самовыгул. Ну, хорошо. На ваш взгляд, как призвать к ответственности таких людей, которые взяли собаку, она вроде не очень породистая, повязали ее, появились щенки, и какую-то часть они продали, а какую-то часть они выкинули. Вот как это сделать? Как наказать? Никак. Если они пойманы за арку, да, конечно, можно наказать, можно собаку изъять, да? Принуждительная стерилизация? Принуждительная стерилизация за счет государства, пожалуйста. Дальше никак. Ничего невозможно сделать. Тем более, что породистые собаки, которые живут на территории домов, приходят дворняжки, извините, и тут случилось несчастье. Повязались. Повязались. Все то же самое. Раздаются просто в добрые, хорошие руки. Породистые собаки тоже раздаются в добрые, хорошие руки? Да, бывает. Бывает. А часто ли породистых собак выкидывают или пытаются пристроить? Достаточно часто. Часто, да? Да. Либо не сошлись психика собаки и владельцы, они не могут договориться, они просто друг друга не понимают. Либо очень резко изменились обстоятельства семейные, то бишь нет возможности содержать собаку. Что еще? Ну, смена условий жизни. Да. Развод был страшный случай, когда разошлась пара, слава богу, без детей. Таксу они разделили, она осталась там же женой. Потом жена вышла замуж, она ее выкинула. Вот. И этот случай, может, вы помните, когда эту собаку пытались застрелить травматическим пистолетом. Вот. И выбросили в контейнер. Люди ее нашли, отходили. В общем, нашли потом ей хозяев, все. Вот. Тоже это же вот шло из семьи. Жена воспротивилась. Хотя муж говорил, давай я эту собаку заберу. Ситуации бывают разные, поэтому в каждом случае... Ну, отказники, да. Бывают. Бывают. Примерно, если брать в год, ну, где-то, официально звонят в клуб, где-то 15-20 человек. Это минимум, причем. Это хороший год. А так достаточно часто. Абсолютно непредсказуемые обстоятельства. Если есть возможность, мы, конечно, помогаем. Да, помогаем. Но чаще всего бывает очень тяжело, особенно с крупными породами. Очень тяжело. То есть пристроить некширского терьера, там, шпица и ту же таксу... Это проще. ...намного в разы проще, чем того же лабрадора, добермана и... И же с ним. И же с ним. Ну, и последний вопрос сейчас. Смотрите, часто ли вам приходится сталкиваться с зоозащитниками? Прямо коротко, да? Нет, да, нет. Слава богу, нет. Слава богу, нет. Я сама биолог по образованию. И как бы я не должна быть на стороне зоозащитников, но они, извините, не те люди, с которыми можно работать. Они не вменяемые. Ну, вот, да, кстати... И слава богу, что я с ними ни разу не встречалась. Кстати, снимая этот сюжет, мы поехали еще по одному адресу и, конечно, ничего там не обнаружили. Нет, была бабушка, но она живет в частном секторе и подкармливает бродячих собак. Это я о том, что зоозащитники мне постоянно присылают в соцсети всякие разные жалобы и так далее, и так далее. На какие-то я... Ну, есть время реагировать на какие-то... Нет, просто физически. Ну, давайте посмотрим, что вот я записал. У меня немножко вывелась эта ситуация. Давайте посмотрим. Я записал свой стендап. Давайте посмотрим. Итак, уважаемые господа, мы находимся по адресу улицы Белорусская, 108. Там было указано у вас в надписях, что 6-й подъезд, но здесь нет 6-го подъезда. Мы приехали обследовать данный район, но пока никаких собак здесь не видим. Вот мы с оператором, мы уже по третьему адресу. Уважаемые господа, если у вас есть четкие адреса, вы говорите четкие адреса, а не так, чтобы мы приехали. И в какой подъезд ломиться, и там изучаться. Вот смотри, 108. А, пойдем туда посмотрим. Ну, давайте пойдем сюда. И дальше вот идем, смотрим, спрашиваем каждого жителя. И все-таки защитники, они же как-то помогают все равно пристраивать и бродящих, и породистых собак, на ваш взгляд? То, что вижу, я только подкармливают. Подкармливают, да? Да. Только подкармливают. Мы работаем с несколькими приютами, они нас знают, мы их знаем. Иногда пытаемся кого-то пристроить и пристраиваем. И я просто не представляю, что такое зоозащитники и с чем их едят. Извините, это мое личное мнение. То есть кормить кошечку, которая каждые два месяца приносит котят, хватает энергии, а взять кошечку и... Ну, я так понимаю, что они пристраивают еще, помогают пристраивать. Нет, не видим. Даже котята бродят просто-просто. Я живу в пересечении Самарско-Ульяновской, там достаточно старого фонда, старые дома, кошек достаточно много, размножаются сами по себе. Котята бродят. До зимы наступает холода, потом идет естественный отбор. Естественный отбор. Это очень важную тему вы подняли. Почему? Потому что мы, вот зоозащитники говорят, мы как бы продолжение природы, вот, и все у нас должно быть по природе. Но в природе существует такой фактор, как естественный отбор и конкуренция. Без этого нельзя представить даже вот жизнь в городе. Почему? Потому что в природе часть каких-то животных занимает определенный ареал. Там они приспосабливаются, там они живут, у них там естественная регуляция. Если кто-то вмешается, тот же человек, либо уничтожит естественных врагов, начинается буйный рост этой популяции, либо там болезни или еще что-то. То есть здесь надо разбираться очень-очень тонко. Аккуратно. Здесь в городе происходит то же самое. Есть кошки, есть собаки. Ну, мы о них сейчас говорим. Естественно, они саморегулируются. И когда... То есть какая-то часть умирает, какая-то часть попадает под машины. Да, да. Но без них город существовать не может. Как бы нам этого не хотелось понять. Потому что они санитары. Они уничтожают тех же крыс, грызунов, птиц, больных. Вот я живу тоже на пересечении Чкалова и Пушкина. У нас там большая стая голубей. Каждый день там охотится кошечка. Она, видимо, чья-то. А может быть, она дикая. Но она своего голубя на завтрак, ужин имеет. Это естественная регуляция. И не надо хвататься за голову, кричать. Ай-яй-яй, какая она нехорошая. Вот. Но я тоже в это время, в этой же стае... В наше время заканчивается, да, очень быстро. Тема очень интересная. И говорить мы можем долго. Поэтому давайте совместно решать, как это сделать, чтобы и кошки, и собаки, которые живут на улицах, имели такое же жизненное пространство, как и мы с вами. И жили себе и нам в пользу. Себе в удовольствии, нам в пользу. Ну и, наверное, последняя рубрика нашей программы. Мы переходим к следующей непосредственно к знакомству с собаками, которых пристраивают новым владельцам. В визитке «Хочу домой». Этого пса зовут Харди. Ему около полутора лет. Чуть больше года назад его нашли на обочине дороги на одной из улиц поселка Управленческий. Харди был почти при смерти, так как у него была переломана передняя и задняя лапа, и он не мог двигаться. Очевидно, его сбила машина. Ему повезло, его нашли волонтеры и нашли финансовую поддержку для сложнейшего лечения. Он перенес операцию несколько. Вот завтра он поедет уже на контрольный рентген, смотреть, как конструкция у него вот эта вот на передней лапе срастается. Надеемся, что срастется. Он очень добрый пес. Настолько добрая душа у этой собаки. В принципе, надежда есть, что собака будет ходить нормально? А он и будет ходить. Он и будет ходить, он уже ходит. Единственное, что он с конструкцией пока. Вот мы его доведем до логического, скажем так, завершения, ну, что он будет ходить как сам, бегать даже, надеемся, будет. Сейчас Харди ищет нового доброго и порядочного хозяина. Харди очень хочет уйти домой из приюта и стать лучшим другом новому владельцу. Телефон для связи. Группа Каштанка. Плюс семь девятьсот двадцать семь семьсот пятьдесят пять тридцать девяносто девять. Не так часто в приюты попадают настоящие породистые собаки. Недавно в приют добрые люди попал вот этот пес породы як терьер. Конечно, сложно сказать, чистокровная она или это помесь. Нашли ее также на улице. Непонятно, то ли он сбежал, а хозяева ее не нашли, то ли какая-то смесь дворовой собака. Ну, собака очень миниатюрная, жизнерадостная, замечательная маленькая собачка. Этот пес очень хочет найти себе новый дом и готов служить доброму и порядочному владельцу верой и правдой. Он находится в приюте добрые люди. Телефон для связи. Плюс семь девятьсот двадцать семь шестьсот десять ноль один ноль пять. Эту кошку зовут Маруся. Нашли ее год назад в плачевном состоянии. После долгой реабилитации кошка практически здорова и сейчас готова идти в новый дом к доброму порядочному владельцу. К людям она относится неплохо, но настороженно, потому что ее очень долго кололи уколами. И как бы любое прикосновение она воспринимает, как что ее сейчас опять будут лечить. Вот, а так она прям хорошая, добрая кошка, очень чистоплотная. Сколько ей уже на возрасте? Я думаю, что ей около двух лет сейчас в настоящий момент. Сейчас она находится в приюте кот-бегемот. Маруся ждет своего владельца и очень хочет уйти из приюта. Обращаться по телефону плюс семь девятьсот двадцать семь семьсот один тридцать шесть тридцать восемь. Всем любителям котов дымчатого окраса – это то, что вы ищете. Ему около трех лет после лечения и реабилитации полностью восстановился и готов уйти к новому владельцу. Он очень добрый кот и вообще такой ручной, прям ручной кот. Без всякой агрессии, он людей не боится, он ласковый. Вообще кот прям отличный, замечательный кот. Самое главное – этот красивый дымчатый кот приучит к лотку и чистоплотный. Кот-дымка очень хочет уйти из приюта в новый дом. Сейчас он находится в приюте. Кот-бегемот. Обращаться по телефону плюс семь девятьсот двадцать семь семьсот один тридцать шесть тридцать восемь. Что вы говорите людям, которые хотят повязать собаку малопородистую или не представляющую ценности племенной? Отговариваем. В первую очередь. Даже суперпородистую. Мы первым делом говорим, зачем вам это надо? Мы в первую очередь очень жестко отговариваем. Мы рассказываем все минусы, которые существуют при выращивании щенков и родах, и ежесним, и болезнях, которые приобретаются. Жестко отговариваем. Потому что рынок перенасыщен на сегодняшний момент щенками, неважно, породистыми, не породистыми. И если профессиональные заводчики хоть как-то в нем ориентируются, то обыватели получают просто следующее поколение собачьих, которые не знают, куда девать. Самый последний вопрос. Очень быстро. Скажите, стерилизовать же надо и стерилизовать собаку, кастрировать собаку. Надо же это делать. По возрасту. У нас два разных мнения. Я категорически за. Беспородных собак. Любых. 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 Понимаете? Это необходимо. Я считаю, что надо по возрасту. То есть ответственность несет человек. Ответственность несет хозяин. Стерилизовать совсем молодых собак. Не, 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 ни в коем случае. До года нельзя. В районе года, когда жизнь только начинается, нет смысла. Я с этим согласен. Итак, к сожалению, наша программа завершилась. Мы хотим сказать, что с вашей помощью мы стараемся решить вопросы бездомных собак и кошек. Если вы хотите взять из приюта или породистую собаку, думаю, что вам нужно обращаться не только в приют, но и в клубы собаководства, дабы, чтобы тех собак, которых пытаются пристроить через клубы, не выбросили тоже на улицу. Вы смотрели программу «Хочу домой» на канале Самара ГИС. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.